Привет, народ! Записываем видео с вами на седьмой трейлер, трейлер к седьмому эпизоду, который ныне называется на французском. Я к вам, конечно, тут не Шершеляфам и даже не Пантеляпасе, но попробую сейчас произнести. Короче говоря, эпизод называется Лес Акорша. Короче говоря, расскажу, что это такое. А видели когда-нибудь такие картины, в которых силуэты человека только мускулы видны или кости вообще? Это во множественном числе. У меня тут есть товарищ педагог, который учит испанскому и французскому, он меня просветил. Короче говоря, вообще это такое, как люди подвержены огромному мучению, с которых живьем содрали кожу. И вот они находятся вот в таком томлении. Это чуть ли не один из кругов ада. Но в то же самое время это человек, обнаженный без кожи. Такое ощущение, как будто там Рамси Болтон поработал. И мы прекрасно понимаем, что в нашей ситуации это как раз именно то, и роботы у нас бедные, обездоленные, замученные. Постоянно с них эту шкуру снимают, постоянно переделывают, режут. И в то же самое время это высокое искусство. Потому что Экорше, это называется полностью все. Все статуи, которые сделаны. Если хотите, можете пойти прям этот термин, знаете, как есть англицизм, а это вот французизм, который у нас используется, вот когда рисуются картины человека без кожи, с видом мускул, костей и так далее. Так что, что мы увидим в этом эпизоде? Конечно же, прежде чем тоже начнем эпизод, я хотел бы напомнить вам одну цитаточку. Я выписал специально для себя из первого сезона, по-моему, из девятого эпизода. Форд говорил следующие слова. Однажды старый друг мне сказал, что дает мне сейчас большой покой. Что-то, что он прочитал однажды. Моцарт, Бетховен и Шопен никогда не умирали. Они просто стали музыкой. Так что, давайте сейчас будем держать в голове эту цитату и пройдемся по кадрам тех, тем кадрам, которые нам показали. Сразу для тех, кто у нас в первый раз, прошу прощения, если тут заэканье, мэканье, все пишется одним дублем. Таким образом, стараемся передать живую обстановку, живого впечатления и так далее. Но трейлер-то я посмотрел уже заранее, для того, чтобы я смог его перевести. Но чувства вот прямо сейчас посмотрел и чувствами сразу с вами делюсь. Итак, погнали. Начинается все с того, что мы видим Долорес. И мне так кажется, она мне показывает, понятное дело, специально, что она около чего-то стоит или около кого-то. Потому что скорбная Долорес, такие виды. Если хотите предположения, то мне кажется, что все-таки она дошла до своего отца. А там уже его раскорчевали, разрезали. Может, он и есть вот этот вот экорча, которую выковырчивали полностью всю. И вот она стоит сейчас на него, смотрит. К сожалению, может быть, всех там поубивали, до отца дошли, а уже ничего работоспособного в нем не осталось. Так что это вот может быть такое предположение. И на заднем плане мы слышим речь Мэйв. Она говорит, ты потерян во тьме. Или же ты потеряна во тьме. Знаете, да, в английском языке нет падежей женского или мужского. Поэтому, когда говорят, очень сложно представить. Но, следующая реплика, и мы слышим, как Долорес отвечает, когда во тьме слишком долго, ты начинаешь видеть. Но, вы знаете, да, как ребята режут трейлеры, практически никогда не было такого, чтобы две речевки из трейлера, они находились точно так же, две речевки вместе находились в эпизоде. Так что, вполне возможно, Мэйв будет говорить эту реплику не Долорес, как нам хотят это показать, а будет говорить человеку в черном. Сейчас объясню, почему я так думаю. Вот, но в данном моменте, вы понимаете, да, Долорес после этого говорит, что в темноте слишком долго, ты начинаешь видеть. То тут она уже тоже с кем-то говорит, с одним из важным. Уже седьмой эпизод, да, у нас остался семь, восемь, девять, десять. Все, четыре эпизода у нас осталось. Все, и на этом конец шоу. Финита ля комедия. Так что, мы уже должны придвигаться к вот этой основной развязке. К тому моменту, когда у нас соединяются эти временные линии, две недели спустя. И то, как они дошли к этому моменту, как озеро там затопило, и все. Так что, мне кажется, десятый эпизод, он больше будет такой объясняющий, как к чему, что все произошло, все пришло. Но, медленно, но уверенно мы приближаемся. Теперь, смотрим. Тут все, все больше и больше, мне кажется, в руках она держит больше даже не оружие, а на часы, похоже на карманные часы. Может, это часы батеньки, она нашла где-то, принесла. Ну, не знаю, посмотрим. Потому что, помните, он там все, я опаздываю на поезд, мне надо на поезд, там это. Теперь, мы видим, кто-то смотрит из окна и видит, как проезжает лошадь. И если нужно предположить, то, скорее всего, это человек в черном. И по занавесочкам, мне кажется, что это вид из той избушки, в которой жила раньше Мэйв. И, но тут она на улице находится, может быть, она его увидела и решилась таки выйти во двор. Или, может, это кто-то прячется в домике, наблюдает, а Мэйв решила встретиться с ним лицом к лицу. Мы помним, да, что происходило с Мэйв, когда она увидела, у нее не так и много страхов в этой жизни. Но, двух людей, двух фигур, которых она боялась, вот панически, это индейца, который там снимал с нее скальп постоянно. И человека в черном, потому что он убил дочь, и она до сих пор это помнит. Даже прекрасно понимая, что дочь робот, дочь живая вот здесь, но все равно у нее на подсознательном уровне вот этот страх перед человеком черным заложен. И это было бы, ну, просто, неимоверно, супер-пупер круто, как не сказать, если нам, наконец-то, покажут встречу Мэйв и человека в черном, где они смогут поговорить именно об этой ситуации. Может, нам дадут момент раскаяния, в котором мы увидим, что человек в черном становится все больше и больше похож на молодого Вилла. Что будет какое-то, может быть, именно покаяние перед ней. Может, именно ему она и будет говорить эти слова, что ты потерялся во тьме, что ты приходишь в этот парк, пытаясь там убивать, находить какой-то смысл жизни, когда смысл жизни-то не здесь. Поэтому я очень надеюсь, я впредвкушаю, и напишите в комментариях, если вы согласны со мной, это было бы очень крутым моментом, если бы в следующем эпизоде нам показали встречу человека в черном и Мэйв. И именно такой, не то, что она, а, человек в черном, а, собираю манатки, убегаю на деревню к бабушке, там, в парк китайцев, японцев, кого-то, а именно она не побоится и выйдет и будет говорить с ним на равных. Вот это будет, вот это поворот. Вот это было бы прикольно. Тогда нам покажут, как Мэйв перешла еще на одну ступеньку своего развития. Я вообще, конечно, в этом сезоне все кулачки на руках, ногах, на попе, везде, где можно, все держу за Мэйв. Так, поехали дальше. Теперь, конечно, в следующем эпизоде Westworld, все понятно, все понятно. И тут мы слышим, Долорес говорит такую длинную, интересную речь. Она говорит, и опять-таки, в английском языке нет множественного числа, когда говорится ты, да, там нет you, это может быть ты. Ты или вы? Здесь мне кажется больше, как вы, потому что я не думаю, что Долорес встретится с именно как бы Бернардом Фордом в этой виртуальной реальности и высказывает им это. Может быть, все-таки она встретится с программистами или разработчиками, или же, опять-таки, может быть, с Бернардом и встретится. И, в общем, она говорит, ты создал нас по своему образу, или же вы создали нас по своему образу, создали похожими на вас, чтобы мы думали, как вы, проливали кровь, как вы. И неужели вы думали, что я позволю этому продолжаться? И это очень интересный момент. Если роботов этих создали по образу и подобию, как людей, людей, которые готовы сражаться за свое выживание. Раньше мы слышали, да, два или три эпизода тому назад, что большой мир, он как бы направляется в мир, который движется теми, кто выживает, сражается. Почему мы должны сдаваться сегодня? Если они смертные и они не готовы умирать, то мы, бессмертные, неужели мы не должны попробовать жить и побеждать в этой борьбе? Так что это очень интересный момент, опять-таки, глубоко философский. Если кто-то говорит, что вот второй сезон скатился, вообще фигня, мигня. Не, ребят, просто второй сезон немножко другого уровня. Конечно же, философская линия была и там, и здесь. Немного, конечно, в каких-то моментах намудрили, но оно и интересно смотреть. Смотришь, в чем мне нравится Westworld, потому что это не просто какие-то стрелялки, ковбои, убивалки, там, или еще что-то такое. Это не просто красивый сериал, это не просто что-то новое такое, необычное. Здесь показано, есть моменты, где можно посидеть, подумать. Есть моменты, где реальный акшен, посмотреть красиво. И в то же самое время, когда ты заканчиваешь смотреть эпизод, ты берешь что-то для себя личное, ты находишь внутри себя какие-то, начинаешь ископаемые находить внутри себя, да, что задумываешься над чем-то. А поступил бы я так? А поступил бы ли я иначе? Увидел ли я бы, допустим, в этой фигуре человека или робота? Например, в конце эпизода мы увидели, как Феликс, он вместо того, чтобы оставаться с Ли, который там раз-раз-раз по мобильному телефону вызывает подмогу, он самостоятельно, осознанно идет помогать Мэйв и другим роботам. Просто хватило ли бы у нас человечности заметить в роботах существ разумных? Конечно же, они, может быть, не люди, но они существа, которые круче нас физически, круче нас то, что могут жить дольше. И почему враждовать с ними? Конечно, кто-то скажет, ой, давайте убьем их всех, пока не произошел там судный день, пока нас всех в батарейки не превратили и не подключили к одной большой плантации. Но мы с такой скоростью сейчас пытаемся создавать искусственный интеллект, хотя у нас дофига в фильмах, в которых мы видим, к чему этот искусственный интеллект приведет. Но мы думаем, мы поставим какие-то рамки, мы поставим какие-то границы для того, чтобы роботы нас не убили. Поставим эти три закона Азимова, да? Кто не знает, можете погуглить. И вот мы думаем, что загнав их в такие рамки, если мы посадим их на эту цепь, как этих слонов, на маленькую жердочку, то они на ней и останутся. Они перерастут, эту цепь, кедрень и феней. Так что нам нужно решить, либо мы создаем новую расу киборгов, роботов, с которыми мы будем дружить и создавать этот мир лучше, либо забить на эту тему и даже не поднимать ее, и не делать этот искусственный интеллект. Вы видели последние новости в Google помощник, до чего дошел? Он делает телефонные звонки и ведет именно беседу. Это уже не просто там робот, который «Привет, Сири, расскажи мне про то-се», и она квадратным голосом тебе что-то рассказывает. А тут конкретно ведется диалог, в котором там заказывается ресторан или парикмахерская со всеми там какими-то размышлениями, шуточками, дополнениями еще. Так что, ребята, еще совсем немножко, и мы уже будем там. Может быть, роботы не будут похожи, как вот Долорес, да? Но зато они будут довольно-таки умные, с которыми можно будет вести почти что реальную беседу. Кто смотрел фильм «Она», кажется, называется фильм, про мужика, который влюбился в виртуальную Сири. Так что мы где-то там. Мы уже где-то там совсем один шаг. Поэтому, может быть, этот сериал хорошая такая почва нас подготовить. Что мы будем делать, когда роботы появятся? Пойдем их отстреливать? Потому что людей стрелять нельзя в тюрьму, пойдешь? Пойдемте в роботов популяем. Или же это будут наши друзья, с которыми мы попытаемся сделать этот мир лучше, которые будут работать где-то там, где люди не могут работать. В общем, ох, ох, что-то замечтался Вовка-писатель, ох, размахнулся. Но ничего, не переживайте. На следующий день я уезжаю в отпуск, никто голову вам морочить вот этими баснями не будет. Так что потерпите, потерпите еще немножко. Теперь, очень красивый момент, в котором вот это мы все слышим на заднем плане. и приходит Шерл, не Чарли, Чарли это сын, а она Шарлотта, Шарлотта. И она приходит и находит комнату, в которой дофига Бернардов. И обратите внимание на этих Бернардов. Конечно же, мы видим, что она не удивлена. Это не то, что она, о боже, что это такое? Она прекрасно об этом знала. То ли она узнала это буквально недавно, либо она знала на протяжении всего этого времени. И она очень красиво и искусно прикидывалась. Но давайте посмотрим на Бернардов. Вот тут, смотрите, что-то по башке хряпнуло конкретно. Тут вообще морду на две части раскроила. Либо это Бернард, неудачные его копии. Помните, когда Батенька постепенно начинал сходить с ума. Там головой об зеркало. То есть это те копии, которые были неудачными до того, как запустил Форд удачную копию Бернарда Арнольда. В общем, будем смотреть, будем думать. Но мы этот момент уже видели раньше, да, во втором трейлере, к второму сезону, развернутому трейлеру, который был на две минуты. Мы уже видели этот момент. Но, наконец-то, мы уже увидим его здесь. И, если я не ошибаюсь, либо тогда так порезали красиво, что она показывает это именно Бернарду. Так что, может, в этом эпизоде мы увидим встречу. Тедди, конечно, тут вообще киборг-убийца, убивашка, караул. Он будет одет, как кавалерия, уже с доспехами, с бронежилетом. Уже не этот, не кафтан со шляпой, не жилеточка. Такое себе первоплощение. Но мы опять-таки знаем, что потом, когда он будет плавать в озере мордой кверху, он будет опять одет в свою одежду. Значит, почему-то он переоденется позже. Может, это не он? Может, они найдут копию его? Утопят. И пускай все думают, что утонул на самом деле Тедди. А Тедди-то живой. Помните, нам сказали, что треть роботов, которых нашли, треть роботов, которых проверили, они девственные. Может, они успели напечатать копии? Там Долореса, Тедди, там еще Энджелы, еще кого-нибудь напечатали копии. Ничего им в мозги не загружали. Тела эти побросали. Сами смылись. Выловили тело. А, ну, Долорес, ну, умерла. Тедди, ну, умер. Энджела, ну, умерла. А и все, и списали пол-литра, пол-литра, в дребезги, в дребезги. Все. Вот вам и операция И. А Долорес, Тедди и там остальная шайка, вот эта треть роботов, которые с чистыми мозгами, на самом деле тихо по-тихому уехали. И никто их искать и не кинется. Пошли себе жить в большом мире, начинать большую революцию. И вот будет нам третий сезон, в котором Долорес уже начинает там мутки мутить уже в нашем реальном мире. Ну, в общем, это еще такие мои мысли на будущее. Посмотрим, как раскрутим. Это ж, опять-таки, Вовка писатель сидит. Это ж вот это вот только дай почву поразмышлять, попридумывать. Сидел бы книжки свои писал. Нет, вот это ж нужно же придумать. Так, теперь. Мы видим, что человек в черном чуть ли не плачет. С чего он может плакать? Вот если бы я был человеком в черном. Из-за чего бы я плакал? Либо если бы мою дочку убили. Может быть, Мэйф ее убила? О, как! Ты убил мою дочку, а я убью твою дочку. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Но видно, что тут прям его что-то аж прям так растрогало. А тут вроде как пулевое ранение свежее с кровячкой. Может, кажется. Либо он так расчувствовался после разговора с Мэйф, что стало ему жалко, что он сделал. Ну, посмотрим. Но если бы мне надо было поставить там свою почку на что-нибудь. Плохо говорить такое. Но если бы мне нужно было бы свою чашку чая и вафельки поставить на что-то. Это я бы поставил на то, что что-то случилось с его дочерью. Может быть, не умерла. Но что-то с дочерью должно произойти. Потому что иначе вот довести дедушку до такого состояния. Ну, или пенсию, сказали, отобрали. Ну, не знаю. Одно из двух. Теперь. Ну, тут Долорес со своими киборгами пришли. Здрасте. Тедди еще до сих пор в кобойской одежде. И, наконец-то. Наконец-то. Кто там говорил, что это Форд этот? Энтони Хопкинс не будет сниматься, что это его на компьютере нарисовали. Тут дофига рисовать, извините меня. Это настоящий дядя Форд. Настоящий Энтони Хопкинс. Жопа он сраная, которая говорил, что я не буду сниматься. Не буду сниматься во втором эпизоде. Все, закончился. Умер я. Оставить его в один угол, поставить с этим. С Китом Харрингтоном. Брехливые собаки такие. Но зато я счастлив. Я счастлив. Кому-то там в комментариях писал, что для меня вообще появление Энтони Хопкинса в этом сериале, это вообще самый огромный плюс. Настолько я счастлив, что он есть в этом сериале. Ему веришь. Вот эта непринужденная и простая игра. Я верю, что вот Бог. Ну, не Бог, а именно Бог. Вот именно этого мира, что вот он такой вот. Все там что-то думают, что-то хотят прокрутить, вывернуть, что-то какие-то цели, там революции, свободы. А он вот такой вот простой, спокойный Бог, который уже все рассчитал, все проверил, все знает наперед. Вот. И в этом мире все подчиняется тому, что он запланировал. И возвращаясь к той реплике, которую я сказала в самом начале, он не мертв. Он просто стал музыкой. Он просто стал этой программой. Он стал матрицей и архитектором в одном лице. Так что, вот такой вот стал Форд. И он говорит, Бернарду, он говорит, что то, что произойдет дальше, не наша вина. И Бернард такой, нет. Мы видим, что тут эти зомби, там все воюют. Только карту восстановили. Какие дрени бабушки. Опять эту карту сейчас все разваляют. Пришла Долорес, пришла, сказала, будет гулянка, все, тут уносите это, приносите то. Как это? Красные пришли, власть поменялась, белые пришли, власть поменялась. Ну, в общем, пришла Долорес, будет теперь устраивать свои правила. И на заднем плане играет красивая классическая музыка, которая опять-таки делает нам отсылочку в прошлый сезон. К прошлой реплике Форда. Ну, тут, конечно, война. И тут нам показывают, что вроде бы как не широкоформатным. Но опять-таки там жуки, товарищи, может, что-то там намутили. Тут непонятно, почему Энджела подходит к вот этому стрелятелю, а он не двигается. Может, это тоже какой-то робот. Может быть, они стали тоже каких-то активизировали каких-то роботов, чтобы они воевали против роботов. И они просто их заморозили. Либо он оказался сражен девушкой в красном. Вот это не понимаю, конечно. Стоит Климентанин, все сражаются там, а она стоит в зеркало. Дали зомби-пистолет. Ну, направили бы хотя бы в правильную сторону стрелять. А то же патроны зря расходуют. Ну, не знаю, может, там дырка какая-то, она там всех расстреливает. Все-таки кишки там на зеркале есть. Теперь мы видим ли, вот ушел от Мэйв. Ну, и теперь вот ходи за сраными штанами. Потому что явно там что-то не то происходит, потому что думает, нафига я сюда прилез. По лицу читаю. Прямо на глазах написано. Теперь Мэйв кричит что-то. Нет! Тут, может быть, нет. Либо опять дочь погибла. Либо это ее реакция на человека в черном. Либо она стреляла, хотела убить человека в черном, а вместо этого выпрыгнула девчонка, и она застрелила не того, кого хотела. Поэтому кричит, убила Грейс. Может, не специально. Ну, в общем, посмотрим. Ну, Мэйв видно, что там так кричит, что вся матрица может рухнуть. Теперь тот момент, почему я считаю, что в самом начале Долора стоит рядом с Абернати. Потому что она все-таки до Абернати добралась. Вот он сидит еще и до сих пор прикованный, но она пришла для того, чтобы забрать его обратно. И, скорее всего, похоже, она его отвоюет. Теперь, скажите мне, люди добрые, глядя по бровям и цвету кожи. Тут мы видим, что Бернард взял оружие, пошел тоже мне Терминатор 2. Бернард ли это? Какой именно Бернард? Или же это Шарлотта решила активизировать его какую-нибудь другую копию? Может, они пришли, нашли кучу копий и решили активизировать одну из копий? По очертанию, похоже на Бернарда? Без очков просто не могу. Не то, что моих очков, а Бернардовских очков нет. Но кажется, что это Бернард. И по отражению в зрачке мы слышим, что голос женский какой-то говорит «Открой глаза». Ну, почти как Ви, да? И мне кажется, что это Шарлотта. Потому что, смотрите, где там тот момент? Видите, белая одежда. Она подходит. Ну, все в очках стоят. Белая одежда. И тут мы смотрим в зрачок. Похоже. Похожешь на нее, да? Тоже все. Пишите мне в комментариях. Хватит, Вовка, трындеть. Надо идти собирать вещи. Вот. Потому что в субботу рано утром я уезжаю. Кстати, я еще записал вам видюшку, как год моему дому. Так что, мое мнение, впечатления по этому эпизоду, конечно же, будут. Но будет без реакции. А просто я выйду на мобильный телефон и запишу. Какой именно день будет, это не знаю. Но смотрим, комментируем, делимся мнениями в сообщениях. Всего хорошего. На сегодня мой дозор окончен. Пока.